Итак, с вами Добгай, мы продолжаем играть в Age of Imperialism, и у нас начинается, видимо, война. Гитлер, только внезапно он в Австрии, объявляет нам войну, причем через делает это Югославию, мы там уже с ними казака решились, но я ожидал войны с Германией, и, соответственно, что она начнется, как говорится, в Польше, по классике, но все пошло совсем не так, как мы на это рассчитывали, из-за чего нам, скорее всего, придется перебросить одну армию в Югославию, причем я не уверен, что мы вообще это успеем сделать, но, по крайней мере, постараемся. Перебрасываем туда целый корпус, пока что сделаем какую-то оборону у порта, и, наверное, будем пытаться как-то развивать, через Черное море как-то перебрасывать силы, наверное, нечто такое пойдет. Кроме того, здесь у нас с Турцией войны пока что нету, может, потом будет, но пока что точно нету. Из чего я делаю, что нам можно сделать некоторую линию наступления, вроде вот такой, я думаю, и разобраться тут с британскими территориями, и отрезать их полностью от всего вот этого вот. Также там есть еще Греция, но Грецию, я думаю, мы вот отсюда как-то потихоньку задавим. С Индией пока что ничего не происходит, но надо видеть Афганистан в альянсе с Германией. Из чего делаем вывод, нам нужно больше дивизий, нам нужно укрепить все наши границы, потому что все они под угрозой. В частности, сейчас Непал под угрозой, но я просто не буду его призывать в войну, потому что, ну, зачем мне здесь все-таки фронт. И Япония, да, Япония угрожает нам ядерной бомбардировкой, как говорится. Готовимся воевать теперь здесь. Очень-очень много фронтов, но это на самом деле частично весело, частично, думаю же, блин, ну, не очень удобно. Особенно из-за того, что часть стран вообще никак не участвует пока что. Будем разбираться. Поехали. Новые игры, если еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это Апады Белград, там Германия и Италия отправляют добровольцев, я их приму. 7 и 9 дивизий, это звучит приятно. Да, все равно Шармикс, и даже может успеть переехать, я думаю, да. Достаточно оперативно они это делают. Я бы, наверное, вот это тоже сюда вот отправил куда-нибудь. Думаю, они могут успеть. А вот это будет, соответственно, прикрывать Софию. Потому что если пойдет София, тогда точно все пропало. Но мы, я думаю, успеем еще ее удержать. Но это не точно. И Франция хочет дать нам дополнительное снаряжение. Да, я не против. Блин, наши войска успевают пока правильной мере занять Софию. Теперь Югуславия, скорее всего, не пойдет. Западная часть может быть захвачена, но Югуславия будет держаться. Пока приходят наши дополнительные силы. Кроме того, я бы, наверное, загрузил сюда авиацию, но здесь свободных авиабаз нет. Впрочем, в Бессарабии тоже нет. Впрочем, Апапич нам предоставляет возможность у него располагать свои самолеты. Мы непременно воспользуемся его предложением. Благо радиусу таких самолетов, да. Можем, не знаю, из Польши летать во Францию. Это, конечно, прелесть. И, кстати, наш внезапный такой здесь союзник, это Эфиопия. Ну, как внезапный, понятно. У них там, по-моему, ребята христиане. Как бы, может даже, ну, недалеко от православия. Хотя я, честно, конечно же, не разбираюсь в религии. Так что я вам не смогу такого сказать. Давайте начнем призывать наших моряне. Так вот с этой начнем. Она готова к войне однозначно. И на Непалу сами они напали. Но это не повезло, конечно. И у нас есть возможность здесь пойти по фокусам каким-то. Давайте так и сделаем. Может, кого-то побафаем. И да, наши войска успевают сюда прийти. Также приходят добровольцы от Германии и Италии. Нам они не сильно нужны. Но пускай где-то будут. Может, какой-то фронт они подзакроют. Допустим, я буду не против, если они пойдут на фронт с Индией. А здесь, кстати, фронт не самый такой активный. Но мы могли бы хоть и у него пушить. Впрочем, текущее состояние нас тоже устраивает. И начинаем мы пропушивать вот здесь вот фронт. Надо сейчас будет ударить по Греции. Здесь еще есть какие-то австрийские подкрепления. Начнем с небольшого окружения вот этих вот частей. А дальше будем готовить их армию неплохо так. Вот уже как минимум одна дивизия. Но я целюсь на большее. Хотя и не то, чтобы они прям сильно окружились. Но посмотрим. Также потихонечку контратакуем здесь вот австрийские войска. Параллельно опять получаем промышленность, как приятно. И ягославские территории немножечко-немножечко отбиваем. Или, кстати, все намного-намного лучше. Но это пока. Наши тяжелые стрибители очень хорошо размениваются. Прям шикарно, я бы сказал. Но не хватает мне, во-первых, пафа вот этого. А во-вторых, доктрины еще, конечно, можно было бы и побольше. Но и в целом вообще и самолетов нам нужно определенно побольше. Но пока как есть. Также окружаем здесь австрийские немножко войска. Здесь также пробуем пробиться, прорваться к греческим войскам их окружить. Или австрийским войскам, которые сюда подумали, что они могут вторгнуться. Но нет-нет. Ярославские, кстати говоря, и немецкие войска там даже нам чуть-чуть помогают. А здесь я вижу, что наше сцепление не идет так легко, как я думал. А, ну я вижу, как говорится, причину. У нас здесь снабжения нету. Так, и я слышу... Вперед, окружение вижу неприятное. Но это мы сейчас с контур окружим, это понятно. Это так и было задумано. В Эфиопии. В Эфиопии проблемы. Авиабаза здесь и имеется. Давайте отправим им, что у нас есть здесь вот по штурмовикам. И немножечко наших истребителей. У нас все еще они имеются. То есть вот они не такие плохие. И все еще можно использовать. И да, здесь, как я и говорил, это просто, конечно же, наш гениальный мув. Я точно не из-за линия потерял дивизии. Поправлюсь, чуть не потерял. Как я и говорю, в Финляндии наши деревоиска со снабжением. И готовы, в случае чего, к конфликту с Швейцей. О, я посмотрел, что если я докачаюсь вот до сюда, то я себе получу спецвойска. Так что мы берем этот баф. И потихоньку сейчас будем развивать Эфиопию. В принципе, нам было бы полезно, если они выживут. Так что постараемся, чтобы они еще и выжили. А вот очередные войска здесь окружены. Потихоньку фронт в Ягуславе стабилизовался. Стабилизировался, точнее. Греция окей. Здесь все окей. Даже потихоньку сейчас я буду пробовать что-то где-то, может быть, окружать. Потому что все для этого предпосылки у нас имеются. Почему бы не поддушить у них немножко дивизий. И вот на креске здесь снабжение появилось. Наши войска теперь могут нормально пополниться, передохнуть, а потом идти снова в бой. И да, здесь идут высадки, но вроде как ребята должны с ними справиться. Только в Эфиопии есть проблемы. И я не знаю, возможно, им стоит тоже отправить экспедиционный корпус. Здесь все еще есть порт, но в целом как будто должны продержаться, наверное. Курция хочет присоединиться к нам. Мало того, что они не будут нашим противником, так они еще будут нашим союзником. Потому что, видимо, мы с Грецией воюем. Колумбия хочет там присоединиться. Ребята, всех забираем. Всех только рады видеть. Здесь еще Центральная Америка, глядя британская, ползет, ползет. Но ничего, я думаю, наши мексиканские соединенные штаты, наш союзник в Северной Америке должен с этим всем справиться. И Непал, к сожалению, не выдержал. Катманду капитулировала. Да, не самая хорошая ситуация, но я положусь на наших союзников, потому что лично мне, ну как бы, честно, впадло везти вот сюда войска. Да. И Германия против нас обосновывает цель войны, но она уже воюет против Дунайской Федерации. Ситуация несколько для меня непонятная. Но что нам остается? Мы просто, как и обычно, полагаемся на наших главных союзников армии и флот и немножко на авиацию. Потом посмотрим, что как. Но они уже вот здесь вот воюют. Они уже готовы с Францией повоевать. Наверное, скоро будет война. Мы к ней готовы, впрочем. Кроме вот момента с Афганистаном, пожалуй. Но уже почти готовы. Также здесь планирования набрались, сил набрались. Современные танки у нас появляются между телом. Господи, почему это 30? Странно. Как-то мне кажется, здесь должен быть 36-й год. И я должен уже скоро это исследовать. Но игра говорит мне нет. А вот это я бы исследовал. Минус пять процентов потери припасов. Это очень сильный грейд. И прочность это тоже очень сильный грейд. Как и потери от истощения. Все очень полезно. На самом деле, надо делать. И надо пропушивать эти войска потихоньку. Авиация здесь у нас вот это вот. Кое-как участвует. Это на самом деле очень даже полезно, я думаю. И Эфиопия-то держится. Выбила она эту выстку. Прекрасно. Сейчас мы ее еще закидаем всякими бафами. Я думаю, должны они потихоньку-потихоньку справиться. Мы тут им еще экономику поможем. Туда-сюда. Давайте, держитесь. Верю вас. Здесь надо пушить, я думаю, к Багдаду. Что им там будут снабжения. Но это будет непросто. И знаете, что я сделаю? Я немножко поменяю схему. Сюда пойдет наша новая пехота. Да, причем она еще дотренируется. А наши хорошие гранд-стрелки пойдут как раз-таки с Афганистаном воевать. Потому что здесь, ну, очень много гор. И нам было бы очень важно Афганистан пропушить побыстрее, чтобы пройти к Индии. Если вдруг мы будем воевать с Афганистаном. Что, я думаю, лишь вопрос времени. А также усиливаем наши войска на Дальнем Востоке потихонечку. Да, Германия все обосновывает, обосновывает. Но это я уже не первый раз вижу. Так что не уверен, насколько это честная информация. Да, вот какие-то ивенты. Но я понятия не имею. Что там написано? Потому что нам даже на английском не дают текст. Ну и британский маршри капитулировал. Первая капитуляция от британских. В Марионе так на Ближнем Востоке. Но я думаю, далеко не последний. Давайте начнем призывать, кто еще у нас здесь имеется. И кто еще не воюет. Допустим, вот Монголия. Я думаю, она может это войска свои уже расположила. Вполне себе. Этих ребят тоже можно. Они, может быть, где-то имеют войска, которые могут нам несколько помочь. И продолжаем развивать Эфиопию. Это выглядит нашим, наверное, самым сильным, сказать, союзным малым государством, которое мы можем поразвивать. Думаю, да, в них есть смысл вкладываться. Это такая небольшая крепость под носом у Британии и в будущем у Италии. О, Боливия хочет. Блин, у нас прям очень много стран в Америке на нашей стороне выступает. Это меня не может не радовать. Также мы здесь пробиваемся к Афинам, потому что у нас здесь иначе... Вряд ли мы как-то получим снабжение. Даже не знаю. Здесь мы очень жестко прокачиваем наших союзников в Эфиопию. И при этом сами тоже получаем неплохие бафы, кучу опыта, скидочек по доктринам, а потом вообще спецвойска. Как раз, которая позволит нам кучу градострелков все заделать, которых я уже собираюсь угородить по технологиям. И Дунайская Федерация сдалась. Но на этом же еще не все. Там все еще есть Британия, все еще есть вообще Канада, которая независимая. Так что наша война более чем в разгаре. Единственное, Югославия стала посвободнее. Это, конечно, приятно. Опытка войска в Иране, канадцами... Нет, индийцами, господи. Ничего, индийцы. Мы до вас очень скоро доберемся. Вы только подождите. Я тут также еще вижу морские дивизии, морскую пехоту Америки. Ну, конечно, пытаются они тут поучаствовать в делах страны, вне зависимости, как-то вмешаться. Но нет, нет, не под нашим пристальным надзором. Смотрите, какой генерал мне достался, я так понимаю, Непала. Это прям... Гигачадов, я не знаю. О, смотрите-ка. Португальский ивентик. И даже нормальным на английском можно почитать. И говорят, что это Great Power растет. Что они, мол, Иберию покорили. Блин, ну у них промышленность не маленькая. Другой вопрос, куда они войдут, в какой альянс. Я им все-таки помогал. И как будто... Но они могут, видите, они могут пойти в Британию, а могут пойти к нам. Ну, слушайте, удачи им, как говорится, если они пойдут к Британии. Но, если они пойдут к нам, мы их, конечно же, поддержим. А теперь вот сюда мы также добавляем наши тяжелые истребители. И получается очень солидное блюдо. В 20-е истребители отлетают почти без потерь. Перу хотят к нам присоединиться. Блин, ну реально, мы сейчас... У нас будет своя доктрина Монро, только русская в Америке. Звучит неплохо. Кстати, вот мне не нравится... Вот это звучит очень плохо. Потому что здесь почему-то американцы в Мексике что-то делают, да? Внезапно, как говорится. Но нет, это не та внезапность, которую мы можем принять. Давайте как минимум поможем им штурмовиками. И, наверное, я бы отправил им хотя бы вот так, по истребителям. Чтобы их точно всегда было присутствовать в воздухе. И кое-как они хотя бы дефались, потому что выглядит все небезопасно. Может, я даже решу отправить это от наших грандстрелков. Хотя пока что они, конечно, нужны здесь, под Афганистаном. Здесь, кстати говоря, нету ни хрена снабжения, что меня расстраивает. Зато мы добиваем Грецию, ее острова. И какие-то руфловыски Британии тоже разбиваются о стены Франции. Это прекрасно. Да, потери тоже, конечно же, прекрасны. Ну да, я вижу, с тем количеством противников, которые сейчас есть в Мексике, они вряд ли справятся сами. А значит, нам нужно каким-то образом туда провести наши войска. Остается вопрос, каким. А что? Странно. Что можно нам сделать? Здесь наши войска уже, наверное, поджидают гнусные японцы. Что ж, я вижу только один путь, прорыв через Средиземное море. И здесь вроде как относительно чисто, там можно доплыть до Мексиканского залива и высадиться. Что ж, давайте именно это мы и сделаем. Вот этой армии. Она отправляется в Мексику. Так, господи. Посмотрим, только главное, чтобы они, конечно, успели. Могут они еще и не успеть. Поехали. Я в них верю. Ну, Зитанская империя. Сюда. Этот союзник нам очень пригодится. Я бы сказал, мы таким образом точно себе обезопасили Средиземное море. Там мы будем точно убеждать. И, я думаю, пора наши подлодочки выводить. У нас здесь их очень много. Поэтому давайте. Вот, наверное, Михаил Смирнов у нас для подлодок. Единственное, что я, наверное, отделю, конечно же, подлодки первого уровня. Потому что у них радиус будет очень слабый. Но я настроил огромное количество в подлодок второго уровня. Прямо реально огромное. И это, пускай, у нас постоит вот так. Это делается как-то вот так. И начинаем душить британскую вот эту вот колониальную империю. Наши подлодки должны ее просто растоптать, я полагаю. Также разбиваем вот так. Это что такое? Румыния? Румыния? Пограничная нафлик с нами запускает? Вы что, безумцы? Не, ну это реально безумные безумцы тут. У меня других слов нет. Еще и моего генерала украли. Ну за что? Блин, реально, румыния взяли и украли генерала. Это прям фулл румынский экспириенс, я не знаю. А еще я решил немножко построить железную дорогу. А именно проложить ЖЖД на юг. Также я обнаружил, что столица у нас на Петербурге, а не в Москве. Поэтому мы тут достраиваем дорогу. Но это уже почти доделано. И, кстати говоря, надо бы нам сюда куда-то ее тоже проложить как-то. Но здесь есть пункт снаряжения, а потом будет новый. Так что ладно. И также, конечно же, наша Транссибирская автомагистраль. Ну, ЖД-магистраль, если быть точнее, в наших условиях. Теперь до Владивостока проложено. И также вот прокладывается вот сюда, на Сахалин. Будет у нас идеальное ЖД, потому что я посмотрел, здесь можно пройти бы дальше в Японию. Так что по этому пути, по этой артерии будет снабжаться вся наша армия в Японии. Мы можем прямо в саму Японию зайти туда. Так что я думаю, как мы ее достроим, эту ОЖД, мы пойдем, смотрите аниме, в Японию. А, точнее, пойдем захватывать Японию обязательно, целой армией. Когда у нас там, конечно, появится снабжение. И вот пошли наши подлодки работать. Британия, как я говорил, будет задушена. А наши войска уже скоро будут в Мексике, что поможет нам спасить ситуацию. Мексиканцы же до этого момента вроде как смогут продержаться. Ой, Британия поняла, что как-то пахнет дело пи-сунами. Эх, простите. Дело пахнет пролитым чаем. И начала по-другому торговать. Но мы это прекрасно видим и не пропускаем. Ни один корабль не покинет британские порты, как говорится. Или порты, или и то, и то. Душка продолжается. А мы будем вместе с Эфиопией за лучшее будущее. Прекрасный наш союзник. Бразилия хочет присоединиться. А как они все присоединятся? У них просто по фокусам, что ли, это или как? Так, с рукоринка, да, все трогает и трогает наших противников. И заставляет их немножко волноваться. Не очень понятно. Политика вмешательства. И потом показ глобальных альянсов. Вот, они, видимо, могут выбирать. Альянс какой? А, ну и либералы, как говорится, тут мы. Так что, да. Им остается лишь просто к нам присоединяться. В Америке тут социализм. Тут тоже нету. Поэтому либеральное правительство Южной Америки присоединяется просто к самой демократичной стране. К самому демократичному альянсу. Идут с нами вместе в лучшее будущее. Прекрасно. Ну и что, Россия щедрая душа. Продолжим помогать нашим союзникам. Я думаю, займемся, наверное, Турцией. Потому что здесь какие-то безумные бафы есть для Турции. Посмотрите, куча регионов получаются военные заводы и фабрики. Давайте им поможем. Смотрите, здесь португальские территории, оказывается, в Индии есть. Я про это чуть даже и не забыл. Но сейчас мы все, я думаю, добьем вот эту вот низкую микровысадку смешную. После чего будем дальше думать. Но не так просто добить здесь, когда у вас нету снабжения. Снабжение здесь как раз таки и было в этом порту. Ага. Еще почему-то здесь не было моторизации. Но это другая проблема. Но основная проблема именно со снабжением. Что придется прокладывать новые железные дороги. Но мы в этом уже достаточно опытные. И Германия взяла и высадила из Британии. Это поистине для меня невероятная вещь. Потому что у Британии все еще должен быть огромный флот. Но, видимо, они просто проспали вторжение. В принципе, как обычно. Германия достаточно компетентная в этой игре. Но пока. Пока она не начала воевать с нами. И мы все-таки смогли здесь пробиться. Теперь это у нас есть снабжение. А у них нету. И кроме того, да. Здесь все еще достраивается РЖД. И пункт снабжения это нам поможет попозже для нападения в Индию. Но мы можем уже душить эту выставку. Что освободит нам эту армию. И мы ее переправим, наверное, куда-то сюда. Эту же армию я поправила немножко соподнее. Будем выбивать Дамаск и двигаться в сторону Суэцкого канала. Ну что ж, про тканда дружбы с османами. Поехали. Мы им заспаунили неплохо так промки. Думаю, они должны стать теперь намного веселее, как союзник. Кстати, в Британии все не так плохо, на самом деле. Они смогли остановить выставку в Германии. Как будто какая-то новость в Афганистане. Но я не знаю, что это, если честно. Нам все еще не говорят. И да, конвой мы почти сглышали. Они теперь не имеют топлива, не имеют резины. Ну вот, такое случается, когда вы решили поспорить не с теми ребятами. Что ж, дальше, я думаю, Перси можно помочь. Здесь куча инфраструктуры. Тоже смотрите-ка, фабрики. Но без военных заводов, я замечу. Да, только фабрики и инфраструктура. Но это все еще нам полезно. Однозначно. Но полезнее ли все остальные пафосы? Вот так, хороший вопрос. И я думаю, да, давайте доапаем все-таки этих ребят. Там посмотрим. А вот наши войска в Мексике прибыли. Вот и наши веселые ребята в зеленом. Помогают мексиканцам справиться с вот этими вот ребятами. Страшными британцами, которые решили погуситься на независимость Мексики. И на ее территорию, конечно же. Афганистан начал войну с Индией. Господи. Причем, посмотрите на эту промышленность. Он сейчас просто перемолит эту Индию. Наши войска можно отсюда убрать. И что я могу сказать? Давайте именно этой армии и отправимся в Японию. Здесь наши жиды уже, считайте, готовы. Эта армия усилит нашу группировку на Сахалине. И пойдем пробивать. Я не думаю, что там сильно большая и страшная армия. Так что я думаю, мы справимся. Более чем. Еще и добавленный погран-конфликт, в котором мы давайте тоже поучаствуем. Японцы вряд ли такого ожидали после того, как здесь так долго стоял фронт. А мы там будем наступать. Почему бы и нет. Ну и что, давайте на этом подзакончим нашу серию. Мы начали блокаду Британии. Германия при этом еще и выездку сделала. Наши войска в Мексике. Наш альянс растет. И уже составляет очень неплохую часть Южной Америки. Здесь и северные имеются наши корни. Западная Европа. Балканы. Ближний Восток. И куча, куча соединений в Азии. Так что в следующей серии мы пойдем, наверное, в наступление в Японию. Добьем все-таки Ближний Восток. Мы уже очень успешно его пробиваем. Будет еще лучше. И я думаю, здесь тоже сможем комбэкнуть. В результате чего наши позиции станут намного безопаснее. И у нас освободится очень много ресурсов. Также мы, конечно же, уже начинаем настраивать наши современные танки. Да, мы, конечно же, в этом деле прорывные, ребята. Но с вами был Лоб Гэй. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, отвечайте, скажите, будете все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.